Записки неохотника Друзья мои, я выписался из больницы В моей врачебной жизни произошел, ну, закономерный, в общем, казус Он называется медленное старение организма Я лег в одну из московских больниц, лег в плановом порядке Для операции удаления желчного пузыря, битком набитого драгоценными камнями Я, кстати говоря, жалею, что я вам не принес показать Один просто громадный камень с шипами такими И много-много всякого мелкого еще Самфин? Фактически Вот Именно мелочь, кстати, наиболее опасна, как говорят хирурги Потому что может забить общий желчный проток Но, тем не менее, меня вытащили и громадный булыжник Так вот, несмотря на то, что мне 58 лет, я получил такой заряд впечатлений О котором я не могу, так сказать, не могу молчать Лев Толстой Мы постоянно на всех уровнях говорим об ужасном оснащении наших медицинских учреждений Об ужасном состоянии нашей медицины О том, что нет лекарств, нет оборудования О том, что ужасные койки, ужасные отделения О том, что наши доктора плохо подготовлены Те-те-те И во многом, безусловно, это имеет под собой основу Но вот я хочу на своем личном опыте сказать Что на самом деле все обстоит не совсем так Я не буду по этическим соображениям называть номер больницы, где я лежал Но поверьте мне, что это самая обычная больница Она не для ВИПов Она не для кремлевских товарищей, ни для каких Она никакая не такая, вот так сказать, вот Это обычная московская городская больница Так вот, я попал в превосходное отделение, которое называется отдел инновационной хирургии Невероятная чистота Прекрасные палаты Там две палаточки выходят в один бокс, где есть душ и туалет Прекрасный персонал Замечательные доктора Где мне была очень быстро сделана операция Лапароскопическая То есть мне через четыре дырки ввели в живот всякие трубки И удалили желчный пузырь с камнями Было это в прошлый вторник, 27 марта Вечером 27 марта я уже встал И дальше я, так сказать, ходил уже Выписан я был из больницы в понедельник То есть, значит, практически через неделю И пока я лежал, так сказать, в этом отделении Я наблюдал с интересом и изумлением Как прекрасно оно оснащено Там есть все лекарства Еще раз повторю Там прекрасно кормят Очень чисто Там замечательный порядок И вообще я лежал, открыв рот Потому что то, что я видел Входило в совершенно чудовищный конфликт С моими же собственными представлениями Об общем состоянии нашей медицины Я знаю, что мне сейчас будут говорить Это Москва А вы приедьте в какой-нибудь Урюпинск А вы вот туда, а вы сюда Все правильно Я знаю И я готов даже, так сказать, согласиться Что отделение, в котором я лежал Это отделение исключительное Может быть Тем не менее, еще раз повторю Это обычная больница Стоимость 600 рублей в день я платил За двухместную палату Что, согласитесь Крайне, так сказать В общем, сносно И все остальное Мне было сделано совершенно бесплатно Когда я стал думать А как это вот так может быть Я вышел, так сказать За пределы этого отделения Я уже стал ходить И стал ходить по этажам И смотреть другие отделения И все другие отделения Шестиэтажного хирургического комплекса Находятся в прекрасном состоянии Они отремонтированы Они очень чистые Никакой разрухи И это меня изумило Тем более, что я помню эту больницу Несколько лет тому назад Этот же корпус представлял собой Графские развалины Там невозможно было находиться Невозможно было лежать И ужас меня обуревал При мысли о том, что можно Вот в этой больнице как-то лечиться Забегая вперед скажу Что в этой же больнице Прекрасно отремонтирован Терапевтический корпус И тоже находится В замечательных условиях К чему все я это говорю Я вступил в контакт С одним из докторов И просто говорю Коллега, вот как же так Чем вы это объясняете Он посмотрел на меня И сказал У меня такое ощущение, Юрий Борисович Что все зависит от главного врача И вот это замечание, друзья мои Оно показалось мне Чрезвычайно глубоким Смотрите При общей нехватке денег Как нам говорят При дырах в бюджете Как нам говорят При нецелевом расходовании Всех этих бюджетных средств При коррупции и воровстве И при массе, 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 массе Других негативных вещей Которые нас окружают Есть в Москве главные врачи Которые каким-то образом Находят деньги Для того, чтобы свои больницы Содержать в прекрасном состоянии Роль личности в истории, друзья мои То есть, когда мы говорим о том Что все плохо Мы, как мне кажется Забываем о том Что усилие одного конкретного человека Одно усилие Может привести к совершенно неожиданным Потрясающим результатам Которые выбиваются из общего мейнстрима И заканчивая вот это свое Восторженное частное мнение Я хочу поблагодарить От всей души докторов Которые меня оперировали и лечили И в качестве такого Ну не эпиграфа Как называется то, что Эпилог Ну нет, не эпилог Ну как называется то, что в конце Постпиграф Постпиграф такой Ну постфактум Я хочу постфактум закончить Таким вот, такой, значит, цитатой Я вчера был в театре Елены Антонны Камбуровой На спектакле Снился мне сад Кстати говоря Всем рекомендую Потрясающий спектакль Замечательный Ну как всегда в театре Камбуровой Так вот Пока я гулял в фойе театра И пока нас не звали в зрительный зал Я увидел Маленькую такую табличку на стене Там вообще на стенах В фойе висит много-много-много Всяких интересных штучек И в том числе маленькая табличка С высказыванием Конфуция Друзья мои Я его выучил наизусть Легче зажечь Одну маленькую свечу Чем вечно проклинать темноту Вот я хочу Поднять бокал За главного врача Обычной московской больницы Который зажег Маленькую свечу Теплом которой я От всей души воспользовался Спасибо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok